Что потянет одна солнечная панель и для каких целей ее можно использовать, вообще для чего она может использоваться одна. Мощность 280 ватт, максимум доходила до 12,5 ампер, но в основном она 11,5 ампер. И 42 вольта это ее потолок. Стоимость 35 долларов. Сейчас я вам покажу такую вот станцию. Можно на самом деле на одну солнечную панель повесить аккумуляторов больше. То есть от нее, чтобы заряжался один аккумулятор, на один аккумулятор в час от такой солнечной панели нужно 50 ватт стабильно на заряд аккумулятора. 60 ампер часов. Станция 12 вольт, так как инвертор на 12 вольт. Контроллер может как и быть на 24, так и на 12 вольт. Я уже записывал видео, что можно 4 аккумулятора повесить на солнечную панель 280 ватт. И это будет всего потребление 100 ватт. И у вас еще будет 180 ватт, но при условии, чтобы нормально солнце жарить. Вот я предыдущее видео снял о том, в какое время суток, как солнце все ведет и какую мощность можно получить. То есть на эту станцию я вообще буду, вон аккумулятора еще два кину, потом вон там еще два кину и будет 6 аккумуляторов заряжаться. Ведь столько шаровой энергии, чтобы ночью можно было пользоваться. Будет. В данный момент у меня сейчас вот эта станция работает, сейчас немножко про нее. Сейчас на постоянке у меня функционируют 3 лампочки, 12 ватт, 12 ватт и 10 ватт, и 50 ватт. Ну, того получается 84 ватта идет потребление. Для того, чтобы росли огурцы, я сейчас тут буду досаживать, еще ламп больше вешать, потому что 180 ватт просто идет в никуда, аккумуляторы уже полностью заряжены. Вот вы можете видеть, показатели вообще отличные, несмотря на то, что погода вообще хмурая, 3 ампера. Солнышко у нас где-то там. Такое вот небо. У меня все работает через счетчик, я засекаю, сколько за день, ну, беру в среднем. То есть, суть такой станции, обеспечить вам заряд аккумуляторов и получать бесплатную энергию. То есть, и это недорогая станция. Я уже говорил, что все такое, вот это, солнечная панель, инвертор, ну, контроллер. И вот такой вот аккумулятор, солнечную панель, все вместе выйдет в 150 долларов стоимость. Я за столько это все собирал. Вот, это подороже будут аккумуляторы, но они не восстанавливаются. Ну, то есть, у них нет банок. А вот здесь можно открывать. Я уже рассказывал, как восстанавливается все это дело. Вот, ничего не рекламирую, просто показываю свой жизненный опыт. Ну, и вообще, я скажу так, друзья, что такой вот аккумулятор купить, блин, это вообще 1500 гривен. За выходные больше просто на гульки тратятся денег. Я думаю, что, ну, такие копейки вложить в такой АКБ норм. Если за ним ухаживать и делать правильные процедуры, ссылку оставлю в описании. Тут указано, сколько воды доливать, минимум, максимум. Ну, то есть, все предельно понятно. Такие аккумуляторы от 5 до 7 лет работают. У меня такие работают уже 3 с чем-то года. Ну, этим вообще чуть бы не 4, они себя ведут отлично. Тут чуть-чуть пускового только больше. Хоть и инвертор идет не чистый синус, но, во всяком случае, он запускает 1,5-2 киловатта. Ну, я стараюсь больше киловатта не использовать. А на постоянке, там, ну, 200 ватт. Это стабильные работы, постоянно, чтобы лампочки там функционировали. Wi-Fi, вентилятор там в доме работал. Почему инвертор запускает мощное оборудование? Потому что, как видите, я между плюсом и минусом параллельно подключил, два кабеля кидаю. А это четверки у нас. То есть, получается, восьмерка тут, восьмерка тут, восьмерка на инвертор. То есть, на инвертор тоже идут, как видите, два там-два там провода. И уже от контроллера идет, то есть, инвертор сюда висит, прямо на аккумулятор, а контроллер прямо сюда приходит. Вот, и они замкнуты между друг другом, там, минус-минусу, плюс-плюсу. Вот у нас пошли провода через автомат защиты. Тут все нарисовано, куда подключать. То есть, вот у нас приходят от солнечной панели провода, а это уже идут на аккумулятор, на заряд. Вот, на заряд у нас идет 13,2, 3,8 уже ампер. Ну, тут дела получше идут. Так как хмырая погода, тут 39 вольт, ну, то есть, не весь потенциал. Но, во всяком случае, все функционирует отлично. То есть, столько пропадает вот дневной энергии шаровой. Я вообще сейчас много теплиц буду вот строить в таком вот духе и расширять все здесь. Вот буду все это делать и зимою. Вот с этой кучки огурцов столько выйдет урожая, о чем говорил, кстати, Жак Фреск. Это великий ученый, не устану о нем говорить. Проект Виннера он хотел создать. Он, в общем, говорил о том, что можно все настолько механизировать. И, ну, вы просто вдумайтесь, сколько реально света пропадает просто в никуда. Сколько фотонов поступает к нам на Землю, которые можно в дело использовать. Просто для людства вообще, чтобы нам жилось лучше. И, ну, короче, посмотрите на эту красоту. Шоусики пускают, то есть. Ну, давайте к делу вернемся. То есть, многие говорят, когда оно себя отрабатывает. Ну, оно себя отрабатывает. Я фиксирую показатели на счетчике. То есть, такая солнечная панель, она может за день выдать 3 киловатта. И с учетом разряженных аккумуляторов, киловатт еще с них можно взять. Но аккумуляторы, помните, без нагрузки, ниже 11,5. Вот что тут 11,5 или здесь разницы нет. Ну, здесь сейчас с учетом панели. Но здесь идут потери еще на инвертор. Поэтому оно все четко показывает. Просто инвертор немножко съедает. Аккумуляторы ниже 11,5 не разряжаем, чтобы не засульфатировать пластины. И тогда, ну, правильное обращение. Согласен, что литиевые аккумуляторы лучше было бы поставить. Ну, я показываю бюджетные варианты, ничего не рекламирую, но... Ох, солнышко вылезло как раз. Посмотрите, красота какая. Как я обещал, 12 с копьем было ампер. Ну, солнышко там туда-сюда. Что появилось, то исчезло. Литиевые это круто все. Но если с этими правильно обращаться, то они тоже долго служат. Я согласен, что литиевые там 7 тысяч раз можно зарядить, разрядить. Человек в среднем живет 25-30 тысяч дней. Вот. Их на полжизни хватит. Но если этими правильно обращаться, те копейки, которые они стоят, они себя отрабатывают и могут в 7 лет спокойно пропахать. Еще потом их можно на утиль пустить. Вот. Ну, либо можно их вернуть к жизни с помощью простых манипуляций. Как я уже сказал в видео, я оставлю в шапке профиля. Переходите, смотрите 3 серии, как эти аккумуляторы полностью с нуля вернуть к жизни. Вот я холодильник этот чуть-чуть подремонтировал. Ну, вот представьте, да? Ну, полки сейчас еще поставлю. Видите, немножечко тут вожусь. Вон, смотрите. 295 ватт. И 2, и 4 ампера ему надо для работы. Да, тянет чуть больше, чем панель. Но он включился, поработал минут 5. Отключился, там кулер работал, тянет копейки просто. И аккумулятор успевает зарядиться, то есть оно не успевает разряжать. Ну, да, согласен, надо панель ставить помощней. Ну, у меня даже и такая есть помощней. Но я просто вот в данном видео показываю, что даже вот можно с элементарного творить бизнес. Чудеса вообще вот. Вот там помощней стоит 450 ватт. Собственно, вот эта станция сейчас на 450 ватт. Панель рассчитана. Ну, я буду расширять, ставить больше. Если кто тут давно на меня подписан, здесь у меня немножко бардак. Но я сделал ремонт, вот распустил гофры, провода, там дополнительное освещение. Щитовую установил, чтобы и дом запитывать шаровой энергией. Вот солнышко появилось, видите, показатели улучшились. Сейчас вот я пару минут рассказываю тут про видео. И вот мы видим, что изменения на счетчике идут. Вон, видите, 1500 ватт перфоратор. Сейчас, секундочку, сфокусируемся. Посмотрите, просадка сейчас пойдет. То есть так можно с каждый день работать, постепенно сходить, бурить отверстия, применять всякие пульвизаторы для покрасок. Вот такое вот. Потихонечку, потихонечку, да, и за день так можно 3 кВт вытащить с панели. Но это реально в натяжку, потно, именно с вот этой вот 280 Вт. Но это вот рекорд прямо вот с разрядом аккумулятора. 4 кВт на счетчике было. Ну, а такое как 125-й болгарки и там всякие лобзики. Это этим вообще можно целый день маслать и не париться. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации. Если есть вопросы, пишите. Если вам что-то непонятно. А если вам, ну, я просто делюсь своим опытом. А если вы что-то хотите намного покруче, подписывайтесь в наш Телеграм-канал. Доверяйте, но проверяйте. Там у нас много мастеров, которые могут дать абсолютно бесплатный совет. И это абсолютно бесплатная подписка. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому ролику. Лайки меня очень мотивируют. Спасибо.